Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня наш вебинар посвящен социальным пособиям, которые действуют в 2024 году. И говорить мы будем о социальных пособиях, о больничных и так далее. План нашего сегодняшнего вебинара вы видите на экране. Мы поговорим про изменения локальных нормативных актов, настроек, про отпуска, про подачу двух уведомлений, отражение длительного больничного листа, командировочные, суточные, займы. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гардышева-Калина. Мои контакты вы тоже видите. Если вам по какой-то причине оказалось, например, время неудобное или вы не смогли досмотреть до конца, то вы можете вернуться немного позже на сайт и посмотреть. Мы выкладываем записи наших вебинаров и, соответственно, возможно, какая-то еще информация вас заинтересует. Приглашаем вас к сотрудничеству. Милости просим. Итак, изменения локальных нормативных актов и настроек. Вы все знаете, что у нас с 1 января 2024 года были некоторые изменения, уже не такие революционные, как в прошлом году, но тем не менее. И эти изменения коснулись в основном НДФЛ и коснулись некоторых социальных выплат, то есть изменились лимиты и так далее. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим более подробно. Ну и одно из таких изменений, вы знаете, что с 1 января у нас обязательно подача двух уведомлений по НДФЛ и, соответственно, в связи с этим эта информация вызвала как бы пурю протеста. На самом деле достаточно известный информационный сайт, такие как Кодерлайн, собирает подписи бухгалтеров в пользу поддержать отмену такого уведомления, такого порядка уведомлений и так далее, потому что очень много жалоб, что два уведомления в месяц фактически оставили бухгалтеров без возможности пойти в отпуск и так далее. То есть, поскольку все отчеты какие-то ежемесячно, какие-то ежеквартально сдаются в основном 25 и оплачиваются 28 числа, то, конечно, это осложнило определенный образ жизни. И попытка бухгалтеров схалпыть, то есть подать заранее уведомления и уйти спокойно себе в отпуск, к сожалению, не выенчалась успехом, потому что уведомления, поданные заранее, вернулись с пометкой, как ошибочные, с указанием, что срок подачи еще не наступил. Ну, то есть, это иллюстрация, так сказать, к тому, что не все изменения в законодательстве проходят тихо и гладко, и некоторые из них вызывают, в общем-то, достаточно сильные эмоции и столкновение мнений. Повторимся немножко то, что вам уже знакомо. С 2024 года у нас изменился порядок уплаты по удержанному НДФЛ. И если у нас НДФЛ удержан с 1 по 22 число текущего года, то в этом случае платить налогобюджет нужно не позднее 28 числа. А если НДФЛ удержан с 23 по последнее число месяца, то платить налог нужно не позднее 5 числа. Ну и, естественно, если НДФЛ у нас удержан в декабре, то тут немножечко меняются в связи с кончанием года меняются сроки. То есть бюджет нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня. А вот здесь нужно сказать немножко подробнее, потому что словосочетание платить налог в бюджет в нашем сегодняшнем, так сказать, состояние требуется на самом деле только обеспечить наличие денежных средств на едином налоговом счете. То есть перечисление делает сама налоговая инспекция на основании уведомления, которое вы отправили. То есть, соответственно, ваша задача своевременно отправить уведомления и обеспечить наличие денег на расчетном счете. Все остальное делает налоговая инспекция, налоговые органы. То есть мы должны предоставлять два раза в месяц уведомления. Напомню, что в прошлом году действовал переходный период, и некоторые организации могли вместо уведомления подавать платежные поручения. В этом году такой возможности у нас уже нету, и мы подаем только уведомления. И обратите внимание, то есть уведомления мы подаем 25 числа. Соответственно, если у нас на момент уплаты, то есть 28 числа на едином налоговом счете есть денежные средства, то все в порядке. У нас оплата происходит как положено. Если нет, то уже возникают проблемы. И хочу вам напомнить, что с прошлого года у нас уплата НДФЛ происходит в приоритетном порядке. То есть если у вас есть некоторые другие платежи, которые надо сделать по срокам, то в первую очередь будет списан полностью НДФЛ, а уже в последнюю очередь остальные налоги, на которые у вас хватит денежных средств. Ну, если у вас, конечно, денежные средства там с избытком, то есть на все хватает, то и переживать не о чем. А еще один момент. Это то, что НДФЛ мы отражаем два раза в год, два раза в месяц, извините. И НДФЛ у нас отражается оплата за первую половину месяца, то есть аванс, и оплата за вторую половину месяца. В этом случае мы в программе с вами по-разному это делаем. Вы видите слайдик. Сейчас мы перейдем на демо-версию программы. То есть наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Мы нормативные материалы с вами будем смотреть на слайдиках, а потом будем переключаться на демо-базу. Сейчас я переключусь на нее. Вот. И, соответственно, по демо-базе мы будем смотреть то, о чем поговорили, так сказать, теоретически. То есть когда мы с вами работаем с зарплатой, блок зарплаты, на самом деле у нас не только в ЗУПе, мы можем это посмотреть. Если вы работаете в ERP, то практически блок ЗУПовский у нас в полном объеме там представлен. То есть ЗУП версии ПРОФ, то есть практически мы можем смотреть и на ЗУПе, и на ERP. И некоторые моменты мы посмотрим. Итак, значит, когда мы с вами работаем с заработной платой, и сейчас вот так подвинем, блок заработная плата, у нас с вами есть начисление зарплаты, взносов и все начисления. Так вот, когда мы с вами работаем с авансом, то есть с оплатой за первую половину, то мы с вами выбираем все начисления. И в этом случае по кнопочке «Создать» у нас с вами, видите, есть достаточно большой перечень доступных опций. И здесь у нас есть начисление за первую половину месяца. Сейчас мы сделаем вот так. И снова откроем зарплату, потому что если мы с вами вот здесь открываем заработную плату, попадаем в журнал заработной платы, то по кнопочке «Создать» у нас абсолютно другой перечень доступных операций. Значит, все начисления. И мы с вами создаем начисления за первую половину месяца. То есть наша задача здесь выбрать организацию, какую нам нужно, и, соответственно, составить, нажать кнопочку «Заполнить». Обратите внимание вот на что. Если расчетный период первой половины месяца до программы автоматически подставляет 15 число, то здесь ставится текущее число. И если вы хотите сделать оплату аванса до первой половины, то здесь нужно поправить, поставить 15 число, если вы делаете это чуть-чуть раньше. И после этого очень трудоемкая операция нажать кнопочку «Заполнить». У меня уже рассчитан аванс, поэтому мы с вами посмотрим это здесь, уже на готовом документе, чтобы не терять время на формирование этого документа. То есть у нас указывается половина оклада, ну, соответственно, указывается период и начисление, и учет НДФЛ. То есть заполнены все сведения по нашим сотрудникам. Соответственно, когда мы проводим начисление зарплаты за вторую часть месяца, мы используем с вами начисление заработной платы износов. Это, так сказать, итоговый документ, итоговое начисление за полностью месяц. Вот, например, возьмем январь, возьмем январь. То есть мы видим уже полностью начисление, и, соответственно, расчет уже совершенно другой. Если у нас с вами, то есть мы выполнили начисление, подали два уведомления, то есть первое о цифре, которая у нас получилась при расчете за первую половину месяца, то есть за 15 дней, и потом за вторую. Так, сейчас мы с вами вот так подвинем, чтобы нам легче было выходить. Снова вернемся к нашим слайдам. Ну, то есть вот здесь выделено специально красным. Если у вас хорошая, например, зрительная память, то чтобы отложилось это в памяти. И посмотрим вот такой слайдик. То есть начисление за вторую половину месяца происходит документом начисления зарплаты и взносов. Мы вводим его вторым, то есть последним за месяц после ввода всех межрасчетных документов. Ну, у нас могут быть, например, отпуска, могут быть больничные листы, могут быть командировочные и так далее. Собственно, вот на экране вы видите алгоритм, что мы должны заполнить, собственно говоря, и куда зайти, чтобы корректно произошло начисление НДФЛ. Если, например, вы ведете учет зарплаты в зарплатном контуре, то есть зарплаты управления персоналом, а потом переносите эти сведения, например, в бухгалтерию, то у вас должны быть заданы соответствующие проводки отражения зарплаты в БУХ-учете. И вы запускаете обмен данными и, соответственно, получаете эти сведения. Если вы работаете в ЕРП, то, опять же, вы запускаете этот режим отражения зарплаты в рекламентированном учете и сведения переносятся только уже в ЕРП. Это с условием, что вы не ведете учет в ЕРП, например, зарплаты, а переносите сведения из других источников. Отпуска, то есть межрасчетный период, какие у нас возникают еще ситуации при насчетении зарплаты. У нас возникают накопившиеся отпуска. Но мы с вами все помним, что это уже достаточно давно действующее положение, что накопить отпуска можно не больше, чем за два года. И в этом случае все равно это будет являться нарушением. То есть мы должны предоставлять отпуска не более, чем за два года. То есть каждый год в обязательном порядке руководство должно предоставлять отпуск сотруднику и выплата компенсации допускается только в случае, если сотрудник увольняется. Если сотрудник, например, в прошлом году не сходил в отпуск, то допускается переносить отпуск сотрудника не больше, чем на 12 месяцев. И, в общем-то, это прямо запрещается за трудовым кодексом. И если мы два раза подряд производим такую операцию, то это уже конкретно нарушение, которое внесет за собой штрафные санкции. И поскольку сейчас штрафные санкции только увеличиваются, то в данный момент на организацию за переносы отпуска в течение нескольких лет трудовая инспекция может оштрафовать до 50 тысяч и руководителя конкретно на должностное лицо до 5 тысяч рублей. Ну и, естественно, возникает куча проблем с тем, чтобы урегулировать ситуацию. Расчет отпускных у нас, собственно, с вами не изменился. То есть сам алгоритм не изменился. То есть отпускные мы с вами рассчитываем среднедневной заработок на количество дней отпуска умножаем. А вот со среднедневным заработком сейчас получается очень интересная ситуация в связи с тем, что у нас в этом году, точнее в 23-м году принято это постановление, изменился учет подговором гражданского правового характера. То есть среднедневной заработок у нас используется и в расчете отпускных, и в расчете больничных. И среднедневной заработок у нас в 2022 году для работников по ГПК не облагался. То есть мы не платили на взносы с договоров ГПХ, а в 2023 году мы с договоров ГПХ уже обязаны платить страховые взносы. И, соответственно, у нас возникает масса вопросов по начислению среднедневного заработка. Например, если у вас человек работал по трудовому соглашению, а потом перешел на работу по гражданскоправовому, по договору гражданскоправового характера, то в этом случае возникают вопросы по исчислению среднедневного заработка, то есть что туда включать и в каком году. А одна тонкость такая у нас еще связана с гражданскоправовыми договорами, с отпусками и с графиками отпусков. Ну, все знаете, что у вас должно быть график отпусков и график отпусков мы должны составлять до начала текущего года и включать в него, соответственно, график, когда вы сотрудникам предоставляете отпуск. И спорный момент возникал в том вопросе, что мы составили на имеющихся сотрудников график отпусков. Все хорошо, мы выполнили требования законодательства и можем спать спокойно. Но у нас приходят новые сотрудники и обязаны мы или нет корректировать график отпусков, вот здесь возникло расхождение во взглядах. То есть возражение, что работодатель не обязан вносить изменения, то есть новых людей в график отпусков, то есть если они приняты на работу уже после даты утверждения графика договоров. Однако арбитражная практика показывает, что суды такое возражение не принимают. Поэтому будьте аккуратнее и на самом деле получается противоречие сведений, то есть график отпусков утвержденный например 31 декабря 23 года должен содержать также и сотрудников, которые приняты например 1 марта 24 года. Но к сожалению это так. График отпусков мы с вами можем получить в нескольких форматах. То есть один вариант это разбил кадровый отчет, если мы смотрим. И здесь у нас есть график отпусков. Это унифицированная форма. мы ее можем посмотреть вот здесь. Сейчас мы переключимся с вами на демо-базу. Вот так. И раздел кадры. Кадровые отчеты. И вот мы с вами здесь можем провалиться и составить график отпусков. Обратите внимание, что здесь нужно проверять права доступа, поскольку вот у меня сейчас права доступа установлены полные. То есть на самом деле на предприятии, которые устанавливают права, обычно предусматривается для кадровиков ограничения по правам. То есть например, они не могут там смотреть или составлять данные расчета заработной платы и так далее. То есть расчетчики имеют одни права, кадровики другие. То есть обращайте на это внимание, потому что если у вас по роли сотрудника стоят ограничения, то кнопочка сформировать для него будет недоступно. То есть мы вот формируем по кнопочке сформировать, формируем унифицированную форму Т7. Здесь у нас указываются как бы указываются сотрудники, должности сотрудников и когда они должны пойти в отпуск и продолжительность отпуска. Этот документ распечатывается и заверяется подписью подпись руководителя и печать руководителя. Также подпись должны быть кадровых сотрудников. На многих предприятиях, то есть с графиком отпусков вы должны сотрудника ознакомить под роспись. Многие предприятия используют подписной лист к графику отпусков, что сотрудник ознакомлен с графиком и соответственно готов к подвигам на этот период. У многих делают приказы о том, что у вас отпуск с такого-то числа, вот приказ и будьте любезны распишитесь. Но собственно говоря, здесь зависит от того, как на вашем предприятии оформлен документ оборот и соответственно как закреплены такие действия в учетной политике. Напомню, что учетная политика у нас точно также принимается например на 2024 год принимается в 2023 году и приказом вводится в действие с 1 числа. С 31 если быть более точнее, потому что если вы укажете например срок принятия документа утверждающего учетную политику 1 января, то учетная политика у вас вступит в действие только со следующего года. Не забывайте про такую тонкость. Так здесь мы закроем сейчас отчеты. Вот ну то есть кроме того, что мы можем посмотреть уже готовый документ, если мы составили или составить его через кадровые отчеты, у нас есть возможность это сделать еще и здесь. То есть соответственно здесь мы попадаем в журнал документов графика отпусков и можем точно так же создать новый документ, выбрав организацию, которая нам нужна и составить график отпусков и если возникает такая необходимость перенести отпуска, ну если например какие-то форс-мажорные обстоятельства возникают. Так сейчас мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам и здесь вот еще раз напомню через кадровые отчеты, то есть раздел кадры, кадровые отчеты и здесь мы с вами можем посмотреть график отпусков. Ну вот стандартный унифицированный документ мы с вами здесь видим на слайдиках, а вот теперь переходим к больничным листам. Как я уже говорила с 23 года работникам которые работают у вас по договорам ГПХ положены больничные. То есть теперь ловичку небольшую которая была по оптимизации налогов ликвидировали, то есть раньше мы не платили по договорам ГПХ страховые взносы, а теперь они полностью облагаются, страховыми взносами и взносами на медицинское страхование. Но есть одно маленькое условие. То есть у нас должны быть перечислены стоимость страхового взноса за предыдущий календарный год. То есть если вы производили начисления какие-то сотруднику, у него должны быть перечислены суммы неимения стоимости страхового года. То есть мы рассчитываем страховой год по формуле МРОД на начало года на 2,9% и на 12 месяцев. в 2023 году у нас МРОД составлял 16,242 и по расчету стоимость страхового года составляет 5,652,22 и соответственно если в течение 2023 года эта сумма была перечислена то никаких проблем с перечислением в этом году больничного не возникает. а вот если не перечислено и если например в прошлом году у вас сотрудник работал часть по обычному трудовому договору а часть по ГПХ то возникают в общем-то конфликтные ситуации с Единым социальным фондом России и фонд посылает дополнительные запросы в организацию с просьбой уточнить данные то есть в 2024 году по гражданско-правовым договорам сотрудник у вас имеет право на больничный только в том случае если мы уплатили за него вот эту вот сумму 5,652 рубля 22 копейки а если уплатили меньше то возникает вопрос и длительная переписка самое интересное что есть четко регламентированные регламентированные сроки то есть если у социального фонда возникает вопрос он посылает запрос работодателю и работодатель в течение конкретного фиксированного времени должен дать ответ работодатель например получил запрос вовремя с соблюдением срока ответил на него но ответил каким-то образом неправильно может быть не понял вопрос может быть еще что-то но ответ социальный фонд России не удовлетворил социальный фонд России по факту получения должен рассмотреть в течение 10 дней ответ и соответственно он его рассматривает в течение 10 дней если его что-то не устраивает он посылает еще один запрос и таким образом переписка может выйти за рамки утвержденных сроков при том что каждый участник этой переписки выполнил свои обязательства и вовремя ответил к сожалению такие случаи бывают и поэтому в таком случае рекомендуем обращаться в отдел для страховщиков и обычно на сайте налоговых или единого социального фонда России эти телефоны размещены и кроме этого вы можете работать через личный кабинет сейчас в 1С есть такие услуги есть такая возможность сейчас посмотрим с вами вот значит личные кабинеты допустим чтобы не возвращаться еще раз мы с вами посмотрим личные кабинеты на дымобазе ERP потому что тут как бы есть и другие личные кабинеты а функционал у ЗУПа и у ERP в этом плане одинаковы то есть смотрим регламентированный учет и блок 1С отчетность он у нас в полном объеме есть и в ЗУПе то есть нас интересуют вот личные кабинеты личные кабинеты по работе с электронными листками нетрудоспособности эта программа себя хвалит что такое 1С отчетность сервис то есть возможность подключиться напрямую к сайту налоговых органов минуя операторы электронных электронной отчетности иногда это бывает очень выгодно экономит время то есть вот у нас бывшие ФСС вы видите мы в этом случае попадаем напрямую на сайт и соответственно кабинет страхователя и в этом случае мы можем интересующие нас вопросы выяснить напрямую сейчас возвращаемся с вами к ЗУПу вот и здесь у нас с вами у нас с вами тоже есть блок 1С отчетность и соответственно весь функционал который у нас есть ERP у нас здесь абсолютно полностью совпадает то есть вот они у нас личные кабинеты абсолютно тот же самый интерфейс и точно так же мы можем перейти напрямую на сайт ФСС по работе с электронными листками нетрудоспособности соответственно какими-то пособиями социальными выплатами и так далее снова возвращаемся вот так снова возвращаемся к нашим слайдикам и вот так вернемся сюда я здесь просто напомнила по поводу среднего заработка то есть при расчете за при расчете оплаты за первые три дня мы с вами точно так же рассчитываем средний дневной заработок делим его на 730 дней то есть мы берем выплаты за два года и делим на 730 дней при этом 100% мы будем учитывать средний заработок при стаже от 8 лет и выше и помним что в этом году у нас мрут увеличился и составил в 2024 году 19242 рубля а вот теперь мы с вами подошли к другим компенсационным выплатам и вычетам то есть у нас налоговый кодекс предусматривает ограничения размеров суточных которые не облагаются НДФЛ как я уже говорила у нас по НДФЛ максимальное количество новшеств в этом году и одна из них это уравняли выплаты командировочных и суточных то есть организации которые имеют в своем составе работников с разъездным характером например транспортные организации экспедиторские и так далее вахтовые раньше могли начислять суточные то есть устанавливать локальным актом местные размер суточных и размер командировочных и соответственно их не облагать НДФЛ в этом году у нас такая лозеечка закрыта и установлены лимиты то есть 700 рублей как и в других случаях командировочные до 700 рублей не облагаются НДФЛ это если по территории России и заграничной командировки тоже 2500 то есть командировочные это напомню деньги которые идут на оплату услуг то есть это проезд и проживание а суточные это деньги которые идут на дополнительные расходы которые возникают в связи с командировками в эту же скажем так в эту же компанию попал и вахтовый метод когда работники соответственно исполняли свои обязанности про по выездным методам работы и в этом случае размеры надбавок за вахтовый метод тоже соответственно были ну можно было предусматривать абсолютно разные и они не облагались НДФЛ в этом году такая возможность закрыта и были достаточно много случаев в арбитражной практике когда надбавка за вахтовый метод составляла достаточно существенную сумму то есть и 40% и 50% от заработной платы выводились из-под налогообложения то есть не не облагались подоходным налогом с 24 года вахтовый метод тоже самое вы его можете применять все сохранилось по старому но не облагается НДФЛ и взносами только 700 рублей в день то есть так сказать возможность оптимизации вот таким образом налогов возносов тоже ликвидировано соответственно у нас произошли еще изменения по НДФЛ это напомню по нерезидентам то есть если раньше бухгалтер должен был проявлять чуткость и находчивость чтобы контролировать чтобы не нарушалось правило нахождения на территории Российской Федерации 183 календарных дня в течение 12 месяцев подряд то есть чтобы не потерять право на налогообложение по ставке 13 процентов то теперь такой возможности теперь невозможности а теперь скажем так такими вещами он не обязан заниматься потому что выплаты сотрудникам резидентам и нерезидентам осуществляются по одинаковым правилам то есть неважно сотрудник нерезидент какое время находился на территории Российской Федерации с 24 года НДФЛ для них составляет 13 процентов раньше для нерезидентов составлял 30 процентов то есть в этом случае нам не нужно считать и контролировать выезжал или не выезжал сотрудник за этот период территории Российской Федерации и нерезиденты и резиденты уравнены в правах и налог с них удерживается по ставке 13 процентов но если составляет больше 5 миллионов то тогда по прогрессивной ставке 15 процентов собственно говоря в общем-то для бухгалтеров это конечно немножко послабление так сказать смягчение нагрузки но на самом деле у нас установлена сумма 2 миллиона 250 тысяч рублей это на 24 год предельная база установлена в прошлом году напомню она составляла меньше то есть 1 миллион 917 тысяч ну вот в этом году 2 225 и плюс сотрудники резидента и не резидента у нас уравнены в правах но кроме этого у нас изменился размер социальных выплат то есть мы с вами помним что сотрудник имеет право заявить социальный вычет в этом случае у нас чаще всего использовался вычет на лечение на обучение себя на обучение детей и так далее и составлял этот вычет 120 тысяч рублей в этом году вычет увеличен теперь это 150 тысяч рублей и вычет на обучение детей у нас увеличен в два раза до 110 тысяч но здесь нужно помнить вот про что то есть 110 тысяч если мы с вами берем вычет на обучение ребенка то это вычет на каждого ребенка 110 тысяч но в сумме на обоих родителей то есть если вычет увеличили то это на двоих родителей то есть не может быть и у одного вычет 110 тысяч и у другого еще изменился НДФЛ для тех кто на удаленке для них точно так же установлен вычет не вычет а НДФЛ 13% или 15 если больше 5 миллионов для удаленщиков если сотрудники российских предприятий работают на удаленке то есть вот здесь казалось бы ну для сотрудников немножко более льготные условия про социальный вычет напомню у нас наиболее часто применяется вычет на обучение и себя и детей вычет на лечение на физкультурно здоровительные услуги то есть сейчас это уже не кажется таким странным и собственно говоря люди достаточно активно используют этот вид вычета также социальный вычет это вычет на государствен негосударственное пенсионное обеспечение на добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование просто не пенсионное ну и также дополнительные взносы на накопительную пенсию а вот очень редко используемый вычет это вычет на независимую оценку налогоплательщика. То есть сам работодатель такой вычет не предоставляет. Работник может заявить этот вычет, если он подает при подаче, например, заявления декларации в налоговый орган по окончанию налогового периода. То есть вот этот вычет налогоплательщик может заявить. Ну, по срокам мы с вами уже говорили про НДФЛ. То есть у нас два уведомления. Соответственно, мы уплату производим не позднее 28 числа и не позднее 5 числа. И в декабре у нас другие сроки. Но есть еще одно изменение. То есть мы имеем скорректированный порядок предоставления расчетов 6 НДФЛ. То есть он будет предоставляться за квартал, за полугодие, ну, соответственно, за 9 месяцев и за год, а не с 1 по 22 число, как раньше. И, естественно, появилась новая форма НДФЛ. Мы ее должны будем предоставлять уже за первый квартал 24-го года. Обратите внимание, за 2023 год мы отчитываемся еще по старой форме. Это уже только 24-й год. Это новая форма 6 НДФЛ. Ну, и еще один достаточно скандальный, скажем так, налог касательно НДФЛ. Это ситуация с материальной выгодой. Значит, у нас действовало положение, что при предоставлении сотрудникам, физическим лицам заемных средств, если по договору ставка, например, ниже ставки рефинансирования, ниже 2-3 ставки рефинансирования, или, например, вообще беспроцентный заем, то в этом случае считается материальная выгода. И этой материальной выгоды мы удерживаем 35% и перечисляем их в налоговый орган. То есть не только начисляем, но и перечисляем. С 1 января 2021 года действовал мораторий на начисление. И, соответственно, этот мораторий действовал 21-23 годы. То есть в 2024 году этот мораторий по НДФЛ с материальной выгодой не действует. То есть с 1 января вы должны возобновить начисление НДФЛ по материальной выгоде. И при этом под действием этого закона попадают не только договора, которые в 2024 году заключены, например, договора займов, но и договора, которые заключены до 2024 года. То есть если у вас договор займа, например, заключен в 2019 году сроком, например, до 2027 года, то по нему надо возобновить начисление НДФЛ с материальной выгоды уже в 2024 году. Это комментарий к тому, что форма 6 НДФЛ меняется. К сожалению, меняется не только форма 6 НДФЛ, но и формат. То есть, соответственно, не получится просто в режиме ручного редактирования изменить печатную форму и отправить. Изменился и формат, и поэтому нужно проверить актуальность релиза. И, соответственно, сейчас мы с вами посмотрим, то есть проверить соответствие вашего релиза, что в нем новые форматы отчетности. Посмотреть это мы можем вот по вот этой пиктограммке. Вот у нас информация о программе. И мы с вами видим... Вот так сделаем. Мы с вами видим релиз платформы, которая у нас установлена, и сам по себе релиз конфигурации. Напомню, что релиз 28, 3.1.28, это один из самых последних релизов новых. Но фактически с 27-го релиза вы уже можете не особо беспокоиться. Туда включены все действующие формы регламентированных отчетов и так далее. Если у вас более ранние релизы, то, конечно, надо проверить, что у вас там на самом деле, чтобы потом... Потому что когда дается отчетность, уже не вспоминается про релиз, и могут быть ошибки. Ну, то есть, чтобы на финишной прямой вам не оказалось, что вам надо срочно что-то менять. Так. Снова. Открываем наши слайдики. Итак, еще одна приятная неожиданность. То есть, по НДФЛ у нас произошло еще одно изменение. И вроде бы как бы не сильно казалось бы страшно, но тем не менее. с 24-го года ставка НДФЛ, то есть 13 или 15 процентов, например, определяется, исходя из суммированной базы для физических лиц. То есть, если до 24-го года, например, мы могли брать по одной базе, то теперь мы должны проверять у сотрудника, что он получал еще где-то, может быть, дополнительные доходы по ставке, например, по ОГПХ или еще по каким-то работам. И в этом случае у нас будет увеличена база, то есть, возможно, 5 миллионов он уже превысил. И в этом случае мы с него должны будем удерживать не поставки 13 процентов, а поставки 15 процентов. Вот сейчас перед вами на экране слайдик, который показывает следующую фишечку, скажем так. То есть вы все знаете, что сейчас очень сильно произошло ужесточение в отношении воинского учета. Воинский учет – это одна из тех функций, которые требуют дополнительной активации, чтобы мы с вами могли как бы учитывать, вот так, вести воинский учет, нам необходимо сделать дополнительные настройки, что в зарплате и управлении персоналом, что в ERP. То есть этот блок воинского учета требует дополнительной активации. Для того, чтобы в зарплате сделать такую активацию, мы с вами должны перейти в меню настройка и в меню настройка кадровый учет. Сейчас мы вернемся к нашей демо-версии, перейдем, а потом немножко теоретической информации по поводу воинского учета. То есть, так, это нам уже не нужно. Так, окей. Зарплаты управления персоналом, меню настройка и меню кадровый учет. В зарплате у меня созданы пользователи, которые не имеют полных прав. Поэтому я покажу вам чисто слайдики, а посмотрим мы на ERP, поскольку там это тоже, в общем-то, сделано. Но там у меня пользователи, которые располагают необходимыми правами. Вот берем, например, ERP. Здесь у нас раздел администрирования находится в разделе НСИИ и администрирования, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И мы с вами заходим тоже самое в раздел кадры и спускаемся немножко ниже. настройки штатного расписания. То есть, когда вы проверяете, что вы настроили, не забывайте про это. И мы спускаемся еще немножко ниже. У нас есть раздел воинский учет. То есть, мы ставим вот этот флажок обязательно, что воинский учет у нас ведется. И вот этот флажок по обстановке. То есть, соответственно, если вы имеете основание для бронирования граждан, то вы ставите вот этот флажок, чекбокс. То есть, вот этот флажок добавляет вам два отчета, а этот флажок один. То есть, итого, вы вот этими двумя флажками добавили себе три отчета. После того, как вы поставили, что воинский учет ведется, у вас в разделе кадры появился вот такой вот блок «Воинский учет». А в, соответственно, зарплата и управление персоналом, кадры, соответственно, здесь тоже самый такой же блок появляется. что конкретно мы должны делать с воинским учетом. То есть, здесь перечислены документы, которые мы должны составлять. Но в первую очередь мы должны делать документы, которые как в учетной политике, так и в воинском учете, соответственно, у нас являются руководящими. Так, ну, обращаемся к слайдикам. Вот, я еще раз свернусь к настройкам, которые мы должны сделать. То есть, мы должны проставить отметки и немножко теории. То есть, мы должны в этом году, поскольку внимание уделяется очень серьезное и штрафы очень серьезные, то работники кадров, ну, если их нету, то чаще всего обязанности кадрового работника поручены бухгалтерам. То есть, делается отчет о кадровых мероприятиях. И кроме того, что подается отчетность ЕФС-1 на следующий рабочий день, подается сведение в военкомат. Раньше было, были сроки две недели, сейчас в течение пяти дней. Здесь вы видите ссылку на постановление, которое это регулирует. То есть, соответственно, это постановление 23-го года. И эти сроки мы должны соблюдать. И плюс при уведомлении, когда мы посылаем уведомление в военкомат, мы должны указывать полностью, вот как вы видите, на экране отмечено красным выделением сведения о паспортных данных и о дате рождения. То есть, мы указываем персонифицированные сведения при отчете в воинский комиссариат. Кроме того, есть некоторые территориальные подразделения, где не используются унифицированные формы документов, а местными локальными актами установлены какие-то отличные от них отчеты. Поэтому, когда вы начинаете работать с военкоматом, если вдруг у вас до сих пор не было воинского учета, то теперь вы в пожарном порядке справляетесь и обязательно должны связаться с военкоматом, указать, уточнить у них, по какой форме они отчитываются. Ну, соответственно, эту форму применить. Сейчас сдавать отчетность в военкоматы обязаны все. То есть, вы видите на экране учет, кого вы должны вести. То есть, не только мужчин, но и женщин. Если по воинской учетной специальности эта специальность подлежит воинскому призыву. Ну, это, например, там телеграфистки, связистки, медики, медицинский персонал. Но, соответственно, мужчин в первую очередь призывного возраста. И хочется отметить, что в этом году призывной возраст на 5 лет увеличен. И теперь призывной возраст составляет с 18 до 30 лет. Воинский учет вы должны вести, пока человек находится в запасе. Женщины находятся у нас в запасе до 50 лет, а мужчины до 70 лет. Ну, это зависит, естественно, от пола, это 50 или 70, от воинского звания, ну, и там, дальше уже от разряда. На самом деле вам нужно продумать систему документа оборота. То есть, точно так же, как для учетной политики, нужно прописать, каким образом организуется документ оборот, какие папки вы ведете для учета и ведется ли журнал учета воинских проверок и что туда вносится на самом деле. здесь есть такая тонкость, если предприятие достаточно крупное и имеются кадровые работники, то поручить систему воинского учета есть возможность как кадровым работникам, так и бухгалтерам. То есть, это не обязательно, что только бухгалтера, например, должны подавать сведения или только кадровики. Сейчас мы с вами еще раз переключимся на вот так вот. После того, как мы включили ведение воинского учета, у нас в карточке организации появятся дополнительные настройки. то есть, посмотреть с вами карточку организации мы можем, например, вот таким образом вот открываем открываем карточку юридического лица и здесь у нас есть закладочка учетная политика и зарплата и кадры. И здесь у нас с вами активируется воинский учет. То есть, вот у нас воинский учет по гиперссылке изменить, мы проваливаемся в настройке этого самого воинского учета. Если мы с вами не халтурили и при заполнении сведений об организации вводили все сведения без исключения, то есть, не оставляли пустых полей, то у нас сформируется план работы по осуществлению воинского учета и приказ, то есть, два основополагающих документа по воинскому учету у нас сформируются автоматически. Мы должны только добавить и какой год поставить. Ну вот, так, это я пока месячем беру, нужно, то есть, план работы по осуществлению воинского учета, он мне, естественно, будет здесь заполнены и должности, и фамилии, имя, отчество, если у меня все правильно сделано, и дальнейшее, чисто техническое, то есть, я должна распечатать этот документ, ну, соответственно, проставить автографы должностных лиц, ответственного за воинский учет, приказом назначить, и шапка здесь заверяю, утверждаю, автограф и печать, и точно так же я должна бегать в военкомат и согласовать этот документ в военкомате, ну, если я халтурила, а как вы видите, я халтурила при заполнении карточки организации, то у меня часть информации, к сожалению, я должна в режиме ручного редактирования заполнить, в режиме ручного редактирования, я могу используя вот эту пиктограммку здесь что-то дописать, там, то, что я пропустила при первоначальном заполнении, но здесь, как в сказке про сборку, 12 часов карета превратится в тыкву, так и у меня, как только я печатную форму с экрана уберу, мои изменения не сохранятся, то есть распечатать я это могу, а вот сохранить, к сожалению, уже нет. Для сохранения мне нужно вернуться в карточку организации, заполнить эти сведения, чтобы у меня не было пропущенных полей. Значит, я распечатываю в этом случае сам план работ, так, и приказ о его введении, в введении в использование. Вот. И, собственно говоря, после этого сейчас мы перейдем снова к нашим слайдикам. После этого я уже распечатывала папочки, которые я у себя продумала, и здесь может вы не все будете ввести, но какие-то вы для себя выберете. И, соответственно, я уже могу гордо говорить, что воинский учет у меня ведется. Даже если у меня в отчетах у нас с вами есть возможность, сейчас снова переключимся. Так, снова открываем зарплату и кадры. вот так. Значит, у меня есть возможность через кадровые отчеты. Как вы видите, здесь достаточно много кадровых отчетов. Часть из них я могу использовать и для воинского учета, и для учета в службу занятости. Кстати, тоже обратите внимание, служба занятости это отдельный получатель отчетов. Но у нас в кадровых отчетах есть возможность воспользоваться ссылочкой. То есть, если я открываю все отчеты, у меня обратите внимание, есть анализ воинского учета, соответственно, отчетность для военкоматов, отчетность для бронирования. соответственно, я могу проверить эту отчетность и проверить все ли у меня в порядке формируется через это меню. Оно стоит, так сказать, скромно в конце списка, но не забывайте про такую возможность. Так, вот. служба занятости. С 1 января 2024 года у нас с вами еще одна служба имеет право контролировать нашу деятельность и это служба занятости. Соответственно, изменились сроки подачи отчетности. Подают отчетность теперь все и ИП и компании. Если у них есть хотя бы один сотрудник, то это клиенты службы занятости. И вот вы видите на экране список, в каких случаях вы должны подавать сведения в службу занятости. На самом деле штрафные санкции за неподачу или неправильную подачу здесь не такие драгоновские, как в воинском учете, то есть в воинском учете за неподачу или за несовременное сообщение или за неуведомление сотрудника о том, что на его имя получены какие-то повестки из военкомата. Штрафные санкции составляют 400-500 тысяч, то служба занятости немножко поскромнее, но тем не менее штрафные санкции все равно присутствуют и соответственно в этом случае у нас изменилось изменились тоже правила работы и мы можем не регистрироваться на платформе работа России, но отчетность мы должны предоставлять. вот вы видите отметки, что с 1 января 2024 года закон, который обязывал нас регистрироваться на платформе работа России утратил силу, но постановление 2576, которое требует предоставления отчетности в службу занятости у нас по-прежнему работает, поэтому в общем-то расслабляться у нас к сожалению нету возможности. Ну и естественно, как я уже сказала, то есть штрафные санкции в этом случае тоже предусмотрены, составляют они 300-500 рублей за каждое лицо для должностных лиц и для компании 3000-5000 за каждый случай. Это предупреждение опубликовал Роструд на сайте онлайн инспекция РФ. Обратите внимание на этот сайт, то есть на самом деле, если интересуют какие-то конкретные нарушения, может быть вы по незнанию их допустили или еще что-то, то есть на сайте онлайн инспекция точка РФ достаточно много любопытной информации. И теперь собственно говоря, у нас получается ситуация, когда мы должны часть информации закрепить в локальных нормативных актах, это в частности положение об оплате труда и примирования, правила внутреннего трудового распорядка, положение о воинском учете, то есть в этом случае мы должны внести изменения в учетную политику, но в этом случае изменения в учетную политику вносятся традиционно, то есть ничего особо в этом не поменялось, революционных изменений не произошло, то есть мы должны внести изменения, которые касаются законодательных изменений и приложить обязательно рабочий план счетов, если мы используем локальные документы какие-то первичные, то образцы этих первичных документов и график документа оборота. И вот обратите внимание на еще одну ложечку дегтя, то есть мы должны обязательно прописать правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок. Правила проведения инвентаризации необходимы потому, что будет уже опубликована новая ФСБУ инвентаризация, которая до следующего года станет обязательной и сейчас может применяться только в добровольном порядке досрочно. И собственно говоря, поскольку мы перешли к единому налоговому платежу еще в прошлом году, то мы должны в учетной политике прописать в рабочем плане счетов, что мы добавляем к рабочему плану счетов субсчет для 68 счета. И напомню, что мы изменения в учетной политике применяем как бы прошлым годом, датируя прошлым годом и вводим в действия с этого года. На самом деле можно не менять учетную политику, а сделать только дополнение, что изменения к учетной политике ввести обычным путем. А вот ситуации, когда мы должны в обязательном порядке полностью изменить учетную политику, у нас, слава богу, содержится немного, только если мы меняем налоговый режим, то есть полностью в этом случае мы делаем учетную политику новую и для бухгалтерского, и для налогового учета. Если у нас российское программное обеспечение, и мы хотим применять повышающие коэффициенты, или если мы хотим использовать инвестиционные вычеты. Вот в этих трех случаях мы должны будем составить абсолютно новую учетную политику, соответственно, утвердить ее и ввести в действие, как положено задним числом, но датировать это декабрем 2023 года и ввести в действие с 1 января уже применяйте 24 года. Сейчас я хочу снова вернуться к началу нашей встречи, к нашему титульному так сказать листу, поскольку, к сожалению, наше время уже подошло к концу, напомнить вам наши контактные данные, наши телефоны, наши телеграм-контакты, наш адрес сайта и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. А сейчас компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили за внимание к нашим встречам и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров